Всем добра и мира, прежде всего. Сегодня я отвечаю на ваши вопросы. Первый вопрос, он касался проектирования студии, когда я сказал про золотое сечение 3-4-5, появились интересные вопросы. Первое, что нужно понять, что соотношение сторон 3-4-5, это не значит, что у вас должно быть 4 метра, 3 метра и 5 метров. Это значит, что стороны должны соотноситься, так как 3 относится к 4 и к 5, соответственно. Ну, на самом деле, плюс-минус 20 процентов, это не играет роли. И второй был вопрос, идеальная студия – это куб. Давайте теперь подумаем, что такое куб. Допустим, у вас длина, ширина и высота 3,4 метра, так? Это значит, что у вас будет стоячая волна на частоте 100 Гц. И, соответственно, у вас будут узлы и горбы. И в горбах на частоте 100 Гц она будет усиливаться. Но поскольку длина, высота и ширина абсолютно одинаковые, то усиливаться она будет троекратно. И такая студия – это будет просто полный кошмар, да? Потому что и усиливаться, и проваливаться эта частота будет во всех трех измерениях и, соответственно, в три раза больше, чем могло быть. Именно с этим связано вот это золотое сечение и соотношение сторон 3, 4, 5, чтобы не было одинаковых частот в разных измерениях. Ну, на этом, наверное, все по этому вопросу. Второй вопрос был по поводу панорамирования инструментов. На самом деле на эту тему много снято видео, но еще раз повторюсь. Значит, было предложение акапеллу поставить в центр, а два бэк-вокала полярно на 100% по краям. Хорошо это или плохо? Здесь надо учитывать очень простую вещь. Чем полярнее у вас разнесены инструменты, тем тише они будут звучать в моно. Соответственно, такой трек будет иметь очень плохую моносовместимость. На самом деле звукорежиссер должен иметь очень вескую причину для того, чтобы полярно панорамировать какой-либо один инструмент или два и так далее. В любом случае для полярного панорамирования у вас должна быть очень веская причина. Разгорелась достаточно жесткая дискуссия по поводу мастеринга и по поводу видео третьего сезона, восьмая серия, там, где я делал мастеринг. Меня упрекают в том, что я ничего не сказал о глюком прессии, о том, что я использовал мультибенд, и вот хочу немножко по этому поводу поговорить. Первое. Существует определенная плеяда мастеринг-инженеров, которые не пользуются мультибенд-компрессией в принципе. И их аргумент, он говорит о том, что то, что разрезано, склеить уже нельзя. И в этом действительно есть доля истины, потому что разрезанный кроссовером сигнал нельзя разрезать четко совершенно абсолютно вертикально, у вас всегда есть полосы перекрытия. И это может привести к фазовым искажениям. Но, если вы умеете корректно пользоваться мультибендом, то этого не произойдет, скорее всего. Вывод здесь такой, я пользуюсь мультибендом. Второе. По поводу глюкомпрессии. Конечно, мультибенд-компрессия не имеет никакого отношения к глюкомпрессии. Задача мультибенда – это работа с низкими и средними уровнями, не затрагивая пиковые уровни. Таким образом, мультибенд позволит вам выделить транзиенты, выделить атаки инструментов, артикуляцию вокалиста и улучшить читаемость микса. К глюкомпрессии – это не имеет отношения. Теперь, что такое глюкомпрессия? Это как бы склеивающая компрессия, да? На самом деле, да, многие звукорежиссеры используют глюкомпрессию, склеивающую компрессию на мастер-шине аналоговой консоли. Пример тому, допустим, консоли SSL, Neve, у которых на мастер-шине есть мастер-компрессор. Этот компрессор, действительно, он чуть-чуть склеивает и соединяет инструменты между собой. В чем причина использования компрессора на мастер-шине? Да, микс становится более склеенным, чуть-чуть более громким, возможно, более рельефным. Это зависит от того, как вы будете пользоваться этим компрессором. Чаще всего звукорежиссеры используют компрессор на мастер-шине, понимая, что трек будет отдан на мастеринг, и на мастеринг будет делать другой звукорежиссер. И для того, чтобы на мастеринге не сильно покорежилась та работа, которую сделал инженер сведения, многие используют предварительную небольшую склеивающую компрессию на мастер-шине во время сведения. что не имеет никакого отношения вообще к мастерингу и не имеет отношения к мультибенд-компрессии. Еще использование реверберации на мастеринге тоже с целью склеить, соединить микс. Ну, честно говоря, это из области реставрации. Если у вас хреновый микс, то такое решение может вам помочь создать иллюзию какого-то стерео и как-то соединить и склеить то, что сделано плохо. Все пространство мы делаем на сведении. Мастеринг – это только предпубликационная подготовка трека. И не надо путать эти два понятия. В один флакон это всегда приводит к плохому результату. Хотя сейчас, да, сейчас стало модно сводить с лимитерами, с компрессорами на мастер-шине и как бы вы сразу получаете конечный результат. На самом деле уши звукорежиссера сведения и звукорежиссера мастеринга настроены абсолютно на разные виды работ и на разное понимание. И соединять это вместе – это значит распылять свое внимание на сведении. И недостаточно уделять внимание пространству на сведение, допустим, компрессии, эквализации, композиции, построения формы композиции. Поэтому я категорически против, чтобы делать сведение и мастеринг одновременно. Старайтесь не путать эти два абсолютно разных процесса и два абсолютно разных понятия. Всем мира и добра, всем пока!